Я недавно, прошлым летом, снимал здесь недалеко квартиру на двенадцатом этаже. Мне очень нравилось, что там был очень большой балкон. Я вечерами любил сидеть на этом балконе, пить чай, смотреть на город. И вот однажды ночью писал текст, никак строчка, слова никак не рождались. Вышел на балкон покурить, встаю, курю глубокую ночь уже, смотрю вниз на проспект, там желтые светофоры горят, и иногда машины проезжают. Я как вниз посмотрел, а там несколько этажами ближе, на одном из балконов стоит девушка со светлыми размышленными волосами, в другом костюме и с фонариком прыгает. И она вот этим фонариком куда-то мигает, в темноту сигнализирует, там она. Куда-то смотрю, вдруг вижу вдалеке, вот и ответный. Замигал ответный, а я ей пошли, мадали, потому что странно, мобильники же есть. И потом, смотрю плохого двери, она быстрым шагом вышла из дома и пошла от пешеходного перехода. Но я тоже выскочил, мне стало любопытно. Выстучал лист, быстро пришел, слава богу, спустился. Побегаю, она уже довольно далеко, пришлось сбежать, чтобы догнать ее. И метров в тридцати от нее заметил шаги, и за ней. Она шла в сторону парка, она впереди, я за ней. Заходим к парку, и она идет по аллею и по пруду. Подходим к пруду, выстает из сумочки фонарик, начинает опять кому-то бегать через пруд. А вдруг я вижу, что по всему парку, там забегали несколько огоньков, тоже фонарик, и кто-то отвечает. А за дерево спрятался, посмотрю, что будет. И меня так за плечо кто-то раз поворачивается, стоит мужик. Он очень похож на Пушкина. А я, ну, самое интересное, что я не испугался. А вдруг я смотрю, что у него, я понимаю, что у него что-то не то с глазами. Вижу, что у него нету глухов, срочков, какая-то черная глубина в глазах. И там цвет, это такие точечки, похоже на звездное небо, когда на звезды он сыпан. Я ему говорю, вы Пушкин, а он говорит, вам об этом знать не обязательно. А потом случилось то, что я до сих пор не могу объяснить. Я вдруг понял, что я стою на том же самом месте, только не ночью, а день. Также летит, шеплит в деревьях. Тут на соседних аллеях бабушки с внуками гуляют. Я так машинах засунул руку в карман, вытаскиваю, у меня такая, где-то, какая-то хигня. Они вытаскивают, похоже на икру. Потом я пошел к своим друзям, к медикам, они мне сказали, что это икра перуанской жабы. Вот, когда я разжигал, я вернулся домой, и оказалось, что меня не было 5 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...